Сегодня мы говорим с вами про перимбал. Все зависит от того, какой ритм играет перимбал. Мэш-ритимба перимбалу. Если кто-нибудь понимает, о чем мы говорим перимбал, то тогда мы будем издавать на языке этого лет. Из чего состоит перимбал? Из верхних, а раны и внуки, из которых стреляли охотники. Кабаса. Это перимбал собирают, высушивают, срезают ее часть, вычищают все семечки, вычищают все внутри, и получается вот такая вот штуковина. Фиола с маленькой кабаской. Медю, мунга, иногда еще его называют тераполь. Но вообще, если вам хочется родок, и у вас есть только один перимбал, вы можете сделать родок с одним перимбалом. Это уже будет очень круто. Кашиши. Вот такая перимушка. Пакета палочек, которые играют на перимбал. Добрао или тендра. Ритм ангола. Сегодня мы говорим с вами про перимбал. Перимбал это на сегодняшний день самый главный инструмент в КПЛ. Именно перимбал задает ритм игры. Именно перимбал говорит нам, в каком стиле, с какой скоростью, и как мы будем играть КПЛ в данный момент, в данной роде. Все зависит от того, какой ритм играет перимбал. Но раньше, еще до времен мештри бимба, главным инструментом в КПЛ был барабан, который называется Атабак. Но потом, знаешь ли, Бимба сделает так, что главным инструментом стал именно Бримбау. Бримбау. Бримбау задает ризм игры, стиль игры, скорость игры. Бримбау говорит о том, что пора закончить игру или пора начать игру. Бримбау говорит о том, что надо подойти к мастеру. Бримбау говорит о том, что пора собрать роды. И для топуриста очень важно научиться понимать язык Бримбау. Если топурист понимает, о чем ему говорит Бримбау, то тогда топурист говорит на языке ГПЛ. Из чего состоит Бримбау? Бримбау состоит из верги. Верга. Это вот эта часть Бримбау. Сама палка. Эта палка делается из разных типов деревьев, которые растут в Бразилии. Но в России тоже можно делать гримбаум и использовать для этого орешник. Правда, верга из орешника получится очень жесткой, ее будет тяжело натягивать, но после того, как вы научитесь это делать, у вас могут получаться очень хорошие гримбаумы из орешника. Верга. Основа гримбаума. Верга натягивается с помощью струны. Струна называется араме. Сейчас, в современном мире, араме делается из корда автомобильного колеса. В каждом колесе есть корд. Это такая жесткая часть, которая придает колесу жесткость. И вот этот корд состоит из вот такой проволоки. И когда вы вскрываете шину автомобильную, то там оказывается вот такая проволока. Вы достаете из нее эту проволоку, очищаете ее от резины и натягиваете ее на беримбаум. В древности араме делалось из жил животных. Так же, как и луки, из которых стреляли охотники. Самая главная часть беримбаума называется кабаса. Кабаса делается из тыквы. Эту тыкву собирают, высушивают, срезают ее часть, вычищают все семечки, вычищают все внутрь и получается вот такая вот штуковина. Именно благодаря кабасе беримбаума звонко и громко звучит. В зависимости от размера кабасы существуют разные типы беримбаума. Это может быть беримбаум виола с маленькой кабаской, беримбаум медью, средняя беримбаум со средней кабасой. И беримбаум гунга, иногда еще его называют беррабой. Это беримбаум с большой-большой кабасой, который создает такой густой низкий звук. Вот, например, кабаса виола, вот кабаса гунга. Посмотрите разницу. Медью. Видите, виола чуть меньше медью. Иногда виола бывает совсем-совсем маленькая. Гунгу. Гунга больше, чем медью. Гунга будет звучать более низким звуком. В зависимости от кабасы мы подбираем вергу. Для гунги верга может быть тонкой и мягкой. Для медью чуть-чуть пожестче. А для самой маленькой кабаски виолы верга самая жесткая, самая упругая. Для того, чтобы звук был очень звонкий-звонкий. Зачем же нам нужны три берембаума в роде? А для того, чтобы гунга задавал основной ритм. Основной ритм КПР. Медью поддерживает гунгу. Она играет или обратный ритм, или такой же ритм, как и гунга. А виола, звонкая, тоненькая виола, играет импровизацию. Она украшает общую мелодию, которую создает берембаум. Поэтому чаще всего в роде КПР мы видим три берембаума. Но рода КПР может делаться только с одним берембаумом. Например, в школах КПР Рижионал используют только одну берембаум для роды. А в школах КПР Ангола всегда три берембаума. Но вообще, если вам хочется роду, и у вас есть только одну берембауму, вы можете сделать роду с одним берембаумом. Это уже будет очень круто. У берембаума также есть пятка П. И верхушечка. У нее нет названия. И если вы помните, капуэристы всегда начинают играть роду у места, которое называется П. Ду-Берембаум. Пятка берембаума. Поэтому это место так и называется. П. Ду-Берембаума. Капуэристы начинают играть роду от того места, где сидит мастер с самым главным берембалом. Кстати, если у нас три берембаума, то мастер или старший тренер всегда возьмет в руки гунгу. А остальные ученики возьмут остальные два Берембау. Игра начинается либо от одного единственного Берембау в роде, либо от гунги. Но то, как правильно начинать игру КПР, мы с вами еще изучим. Итак, это место называется Педу Берембау, потому что игроки находятся возле пяточки Берембау. Следующие части Берембау это кашиши, вот такая куберемушка. Бакета, палочка, которая играет на Берембау. И Добрау или Педра, камешек, которым регулирует звук Берембау, звон его струны. Обычно Добрау называют железную монету, которая играет на Берембау, а камешек называется Педра.